Девушки отдыхают Девушки отдыхают У меня завтра день рождения И я бы хотела отметить его С друзьями в клубе В клубе? Ура! Я тоже пойду в клуб! И я, и я! Так, никто не идет Ни в какой клуб Можно отметить нормально Как обычно, дома Боже, папочка! Мне не шесть лет! Я уже взрослая! И к тому же я туда пойду не одна, а с друзьями Ты их всех знаешь Ира, Лена, Антон Опять со своим Антоном будешь целоваться? Что там? Что значит целоваться? И что значит опять? Ну, Антон, поцелуй меня Не беси меня! Так, или Отмечаешь дома? Или Никаких дней рождений В этом году вообще? Ладно, договорились Но с условием Что тебя Не будет дома Ну ладно А мы будем пить торт Всех вас! Тем более этих, мелких Когда-нибудь я вырасту И пойду в клуб А тебя с собой не возьму Хорошо Но ровно в десять Ее карета превратится в тыкву? Нет, Яночка Ровно в десять балл закончится И мы вернемся домой В двенадцать В десять В одиннадцать В девять Ну, давай хотя бы в десять Ну, если ты так настаиваешь Ну, хорошо В десять Так в десять Антонио, поторопись У нас так мало времени Ну, все, ты меня достал Кто-то в клубах висит Разбивая сердца И в коктейльных огнях Вечера прожигая Кто ныряет в кредит Чтобы жить во дворцах Словно ветер по белому свету летая Или строит мосты Снимает кино Изменяя пространство Век ускоряя Может, в космос летит Только мне все равно Я гораздо сложнее Задачи решаю А я крутой Папанька Папанька, я крутой Никто не может больше Никто не может больше Сравниться со мной Я мог бы стать звездою Вершины покорять Но все-таки труднее Гораздо ведь труднее Крутым папанькой стать Сделать в школе ремонт Пробежать вместе кросс Научить попадать между глаз Хулиганам Сделать даже сестру Для меня не вопрос Нужно только всего лишь Согласием мамы На борьбу и футбол На стрельбу и хоккей Прокатиться вдвоем На подножке трамвай А мой сынишка со мной Гораздо взрослей Только я почему-то С ним в детство впадаю А я крутой папанька Папанька, я крутой Никто не может больше Никто не может больше Сравниться со мной Я мог бы стать звездою Вершины покорять Но все-таки труднее Гораздо ведь труднее Крутым папанькой стать А я крутой папанька А я купил своему малому Часы такие Новая тема Называется смарт-вотч Вообще бомба Короче, там синхронизация с мобильным Дистанционное управление камерой GPS-навигатор Короче, я теперь о малом знаю Все, что, где и когда Ты бы ему сразу вшил Какой-то датчик и не мучился Он же у тебя как киборг Весь в гаджетах Могу себе позволить Не, я согласен с Никитой Мне кажется, Егор Ты уже слишком перегибаешься Этими современными технологиями Женя, если ты хочешь Жить в каменном веке И определять время по солнцу Пожалуйста, я тебя не сдерживаю Но я лично живу в двадцатом веке В двадцать первом Тем более Ну есть же часы Гораздо проще и дешевле Вот мои, например Им десять лет И ничего, ходят Женя, в том-то и дело Что они только ходят А есть у них функция, например Анонимного звонка? Нету А я могу Онлайн прослушивать Своего сына И он при этом Вообще ни о чем не догадается Смотри, набираю Слушаю Короче, сейчас идем Покупаем бетарды И накидаем их по дверь Там у вонючки Круто А если батя узнает? Да не узнает Узнает И предпримит меры Как по мне Это прямое вторжение В личную жизнь Женя, это не вторжение Это называется Безопасность Тем более Какая личная жизнь В девять лет Кстати Надо будет купить Такие часы Моим строителям Я хоть узнаю Куда они Мой цемент девают У меня Получается По смете Не дачу я строю А небоскреб И все равно Я не согласен С таким подходом Ребенку нужно Доверять Давать ему Личное Пространство Свободу А если не ошибаюсь У твоей Вики Завтра день рождения, да? Ну Вот интересно Сколько ты ей Свободы выделил? Поверьте Достаточно Я доверяю Собственной дочери И уверен Что у них Все будет Хорошо Ну Посидят они С одноклассниками Попьют чай С тортиком Пообщаются И разойдутся Ты что Реально думаешь Они там будут Чай с тортиком пить? Ну вспомни Свои 15 лет Женечка Это то О чем ты Так давно Мечтал Театральная Энциклопедия Нормальный день рождения был И весело было Отметили И Вика знает Что в ее возрасте Можно Отпраздновать И без алкоголя Нормально Чего ты так боишься Этого алкоголя? Ну даже если Они разопьют Бутылку виски На 15 человек Ничего страшного Не случится Пей! 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 А они выпьют Поверь Нет Я доверяю Собственной дочери И она не будет Пить алкоголь А я не буду Как Крыса Подсматривать За ней в замочную скважину Это слабо верится Так и будет Поверь Дети там отметят по-своему А мы здесь По-своему Так что Жду вас Завтра Здесь В 19.00 О! Но мы-то хоть выпьем? Или уже готовы приходить? У нас все будет Отлично Ну все, мужики Погнал Давай Так, это получается Я успею завтра Смотаться еще на стройку Отлично И к 19.00 Буду как штык Я на работе Как обычно До семи Ну, может Получится Раньше освободиться Ну, хорошо Жду вас всех Давай Пока Пока Егорчик А можно Часики твоего Игоря На пару дней взять? Ну, может На день А что такое? Хочешь Перед начальством Зарисоваться? Да нет Понимаешь У нас там в офисе Так сказать Кадровые перестановки Намечаются Вот я бы и хотел Кое-что Кое-кого Узнать Тайно При помощи Твоих часиков Ну ладно С Игорьком Я думаю Договорюсь Но только Не больше Чем на один день Хорошо Почувствуешь Себе Агентом 007 Ой Доброе утро Никита Что-то вы сегодня С утра пораньше Угу Как там наша мамочка? Готовитесь к родам? Угу Вот и славно Ну вот и все А тут в кабинете Геморрогена Ничего-ничего Я ему не скажу Спасибо Хорошего дня И вам Спасибо Я вам деньги на цемент Когда давал, а? Ну и на Вспрашивается вам Столько цемента Вообще Вы его что там Жрете что ли? Оправдание Валера Я сейчас здесь стою И здесь С прошлого раза Ни Не изменилась Не изменилась Да, Масечка Да, Масечка Да, все в порядке На стройку заехал Тут Раздавал задания Работникам Вот на два дня Раздал Что? А, да заеду, конечно Без вопроса Давай, целую, Мася Пока Как так вообще можно? Блин Ну, конечно Конечно Зачем накрывать доски Если не ты за них заплатил Это же этот Толстый кабан За них башня Блин Ну Хотя бы так Да Так Вика Помогай мне Раскладывать Это все, что надо Для дня рождения Папа А шампанское? Папа ничего не забыл Шампанское Разве это шампанское? Так Вике 51 год Вике 51 год Вика бабушка Вика бабушка Что за крики? Ой Вы еще не готовы Здравствуй, мама Здравствуйте, мои дорогие Где наша именинница? Викуля, дорогая моя Поздравляю тебя с днем рождения И желаю в первую очередь Крепкого здоровья Потому что не будет здоровья Не будет ничего И вот тебе от бабушки Скромный подарок Ого, ба Спасибо большое Мне как раз мама Столько же прислала Подожди С днем рождения Ну все, Макс Ты труп Мы тебя очень любим И поздравляем с днем рождения Ой, как мило Спасибо Так, а теперь валите отсюда Мама, а мне просто интересно Почему мне на 15 лет энциклопедию, а Вике деньги? Так я тебе тоже деньги подарила Только на них я купила энциклопедию Вы вообще собираетесь уходить или нет? Уходим, уходим Детки Так Вика, если что Сразу же звони мне Телефон полностью заряжен? Да, пап И знай Что бы ни случилось Я всегда подойду Помогу Папа В том-то и проблема Не надо подходить Не надо контролировать И не надо подсматривать, пап У меня будет праздник Или вечер звонков в дверь Вика Если я что-то обещал Так и будет Ты же знаешь Вот Это мои ключи Это тебе В знак того Что Я Тебе Полностью доверяю И не собираюсь Не контролировать Не приходить Не звонить Ни в дверь Ни по телефону Вот И ты мне обещай Что Не будет Никаких глупостей Да-да Клянись Кровью клянись Иди давай Сопля Пап Я тебе обещаю Что все будет хорошо Что все будет под контролем Под моим контролем Все Все, папочка До свидания Пока Если что Да-да-да Сразу Все Пока, папа Герман Геннадьевич Можно я сегодня уйду Немножечко пораньше Да Как ты Вы догадались Да потому Что еще ни разу Павленко Не было такого случая Чтобы ты пришел И сказал Герман Геннадьевич А можно я сегодня Поработаю На полчасика Дольше Ну так что Можно я минут на 15 Раньше уйду Сделай всю работу И вали Спасибо Ручка Доварят Что мужчина Без женщины Не проживет Пропадет И трех дней Не протянет Герман Геннадьевич Вызывали? Да, Магда Вызывал Вы слышали Какие слухи Ходит о нас С вами по офису? Не слышала Так может Мы с вами Будем себя вести Как в этих слухах Герман Геннадьевич Алло Здравствуйте Александр Валевич Ага Кого уволить? Да они все Одинаковые Ленивые Безвольные Только и думают Как бы побыстрее Домой свалили Любого можно Александр Валерьевич Я знаю Кого можно уволить Есть тут у нас один Павленко Да, он всегда Самый первый С работы уходит Постоянные косяки Опоздания Он и сегодня Сто процентов Самый первый убежит Вот будет Хотя бы причина Это как бы Он станет Последней каплей И я его уволю Ох ты ж Ох ты! Ох Ти-priи Эй! Эй! Эй, я тут! Я здесь! Я в яме! Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Ё-моё! Чего орёшь? Слава Богу! Я уже думал, я тут ночевать останусь! Помоги вылезти, а! О, как ты заговорил! Значит, когда я у тебя пару кирпичей просил, ты куда мне послал? А теперь помоги! Ну, чего ты начинаешь? Это же дело прошлое! Как тебя? Борис Иваныч! Иваныч! Слушай, ну, мы ж соседи! По-соседски! Помоги, а! Хорошо! Только у меня одно условие! Какое? Сеня! Семён! Ты чего домой не идёшь? А я это, посижу ещё, поработаю, сериал досмотрю! Ну, ты даёшь! Сегодня же Лига чемпионов! Вот блин, точно! Слушай, я забыл совсем, спасибо, что сказал! А через сколько? Так через час уже! Ну, ладно! Так что ты не идёшь? Да я уже тут онлайн посмотрю! Ты понимаешь, пока я по этим пробкам доеду, сто процентов первый тайм пропущу! Ну да, тоже правильно! Алло, Ир, да! Да, конечно, помню! Ну, разумеется! Я уже выхожу! Да, на пороге практически! Ага, давай! Давай! Слушайте, ну это уже не серьёзно! Я же не верблюд-мазохист! Выпить могу, но буду терпеть! Где ваши мужики? Ну, не переживай ты так! Егор такое точно не пропустит! Я недавно звонила Никите, он сказал, что уже вышел! Иначе скоро будет! Наверное! В общем, понятно! Семеро одного не ждут! И даже двух! Поэтому предлагаю больше не греть! А то мы так и шестнадцатилетие Вики тут встретим! Предлагаю праздновать! Ну что, Жека! Поздравляю тебя! Ой! Ой! Одну секундочку! Да, Олег Петрович! Нет, я рядом, а что? Хорошо! Что-то случилось? Не знаю, но вряд ли меня Олег Петрович зовёт, чтобы лично поздравить! Жека, Жека! У тебя в квартире кучка половозрелых молодых людей празднует день рождения без родителей! Ну, конечно, что-то случилось! У кого-то с кем-то! Да расслабься, давай, погнали! Саня, не нужно заставлять работать мою и без того бурную фантазию! Я уверен, что у них всё в порядке! Я сейчас удостоверюсь в этом сам и быстренько вернусь! Начинайте без меня! Так я не пью один! Ну, почти! Но сегодня точно! Саня, ты же не один! Мне нельзя! А я пока воздержусь! Егор что-то трубку не берёт! Вдруг за ним придётся ехать! Я не знаю! Жека, десять минут! Или у тебя на одного друга станет меньше! О! Слышите? Музыка бум-бум-бум-бум-бум-бум! Ну, нервов никаких не хватает! Дверь они не открывают, на звонки не реагируют! Я только с дачи вернулся, я отдохнуть хочу! А тут вот это! Прекращайте это безобразие! Хорошо, Олег Петрович, извините! Ну, конечно! Хотя, знаете, Олег Петрович, не собираюсь я ничего прекращать! То есть, как это не собираетесь? Вы что, вы совесть потеряли? Вы нарушаете закон! Я нарушаю закон? Вы нарушаете закон! Да будет вам известно, уважаемый Олег Петрович, что, согласно статье 24 об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в начинении? В защищенных объектах, к которым относятся в том числе жилые дома и придомовые территории, запрещается превышать уровень шума, установленные санитарными нормами для соответствующего времени суток. При осуществлении любых видов деятельности в ночное время, то есть с 22.00 до 8.00, громкое пение, выкрики, использование звукозаписывающей аппаратуры и другими источниками проведения салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств. При этом, Олег Петрович, нормативный уровень шума во время подобных мероприятий не должен превышать 40 дБ. И насколько я слышу, сейчас все как раз в пределах этих самых допустимых законов норм. Так что ваши обвинения беспочвенны и голословны. А ты, а ты у нас самый умный, да, Малышев? Ничего. Мы и не таких умников вертели на своих собраниях. Вы еще пожалеете! Итого, два мешка цемента, двадцать ведер песка и бетономешалку на неделю. Ну, на какую неделю? У меня же стройка станет! Хорошо, решай сам. Или стройка станет, или ты тут стой. Ладно. Все, договорились? Нет. Еще пять досок, двадцать кирпичей и, это, три, пять десятков гвоздей. Пять десятков гвоздей, говоришь? Ага. Знаешь, что соседа? Айди-ка ты нахрен со своими гвоздями! Смотри-ка, синий комиссар выискался! Раскулачивать он меня пришел! Ну смотри, счастливо оставаться! Ага, давай, вали! Ладно, договорились! Иисус, здрасте! Давай, все будет! Вытаскивай меня отсюда! Отлично! С вами очень приятно иметь дело! Э-э-э, ну куда ты? Да пойду все это к себе перетащу! Это, может, ты сначала меня отсюда достанешь? А, конечно! Когда я тебя вытащу, хрен ты мне это все дашь! Я сейчас все быстренько сделаю и вернусь за тобой! Только будь здесь, никуда не уходи! Я сейчас! СМЕХ 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 Ребята, извините, пожалуйста! Просто там Олегу Петровичу было плохо! Ну, от того, что моей дочери хорошо с друзьями! В общем, не важно! Ну что, продолжим? Продолжим? Так мы еще и не начинали! А где Света? Света уехала к Егору на стройку! Переживает, что он долго трубку не берет! Да, она, походу, ревнует! У вас у всех женщин так заложено! Ну, ты перестань! А Никита где? А Никита сказал, что он на работе! Но если он сейчас же не приедет, то Жидин будет тоже на работе! Детей ему тоже работа будет рожать! Я вообще... Так-так-так, тихо, тихо! Вот дайте мне закончить мысли, пока не началось! Жек! Сегодня у твоей старшей дочери наступил такой возраст, когда... Одну секундочку! Мы так никогда не выпьем! Ну, нужно ответить! Да, Олег Петрович! Ага! Ребят, я... Я на минутку! Слушай, я где-то читал, что в период беременности немножко красного вина... Сань, вот даже не начинай сейчас, ладно? Ну, Никита! Ну, Никита! Вот здесь вот, к вашему сведению, совсем недавно висела люстра. Но от опыта этих лошадей, или с кем там дружит ваша дочь, она упала! Угу... Стеклянная люстра, так аккуратно упала и не разбилась! И упала прямо рядом с плоскогубцами и отверткой! А это не ваше дело! Как она упала и возле чего? Угу... Знаете что? Давайте я пойду, а вы придумайте что-то более оригинальное! Угу... А еще... Еще... Они там на балконе курят и смеются! Ну, во-первых, моя дочь не курит. А во-вторых, даже если ее одноклассники и подвержены этой пагубной привычке, то это не ваши проблемы, не мои, а их родители. И в-третьих, Олег Петрович, в нашей стране смеяться разрешено. Ха-ха! Так они же там курят! Совсем не сигареты! Ха-ха-ха! А это попахивает уже статьей за хранение. А интересно, Олег Петрович, откуда это вы знаете, как пахнут не сигареты? Угу... Ага, понятно. А это уже, Олег Петрович, попахивает клеветой. Вы сначала докажите, а потом обвиняйте. Всего вам доброго! Докажу! Докажу! Блин, два часа снимал, сейчас два часа вешать. Вадим! 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 Работай по горло. Так какие проблемы, Вадим? Давай я все за тебя сделаю, а ты иди, куда тебе надо. Ты серьезно? Серьезно. Слушай, Никит, не ожидал. Спасибо тебе большое. Ты, ты настоящий друг. А что это ты такой? Какой такой? Ну, какой-то такой, вот странный. Я здесь пять лет работаю, а ты не то чтобы помощь предлагал, ты даже имени моего не знал. А знаешь что? А я сам справлюсь. Вот так вот. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Ир? Павленко, а ты забыл, что мне скоро рожать и что мне тяжело сидеть? Сколько тебя можно ждать? Ирочка, прости, тут небольшой форс-мажор нарисовался. Значит так, если тебя не будет в самое ближайшее время, можешь вот там и оставаться со своим форс-мажором. А я пойду домой, понял? Вот так вот. Вот так вот. Доказательства тебе нужны, Малышев. Будут где доказательства. Будут. Вот так вот сейчас мы посыпаем. Эй, вы там наверху. Вам это так не пройдет. А вот и я! Ну что, уже весь мой дом к тебе перетащил? Не-не, я хвостик не нашел. Куда ты их положил? Да ты издеваешься, что ли? Ладно, ладно. Говори мне. На, держи репку. Сейчас вытаскивать тебя будем. Готов? Да я уже полдня как готов. Давай, я держу, а ты лезь. Слушай, хорошая веревка. Добротная такая. А можно я потом к себе возьму? Сань, извини. У меня просто такое ощущение, что Олег Петрович начинает умирать. Это кому-то весело. А где все? А все. Везде. Кто где. Слушай, Жека, ну давай уже выпьем наконец, а? Ну давай. Только давай без тоста. А то опять кто-то позвонит и... Одну секунду. Я в незнакомый номер. Надо ответить. Ну мало ли что. Алло. Это Олег Петрович. Немедленно поднимайтесь. Тут уже уголовщина началась. Я в полицию звоню. Извини, там опять что-то случилось. Ты это хотел сказать? Извини, там опять что-то случилось и я... Александрина? Да, что-то хотели? Очень. Очень хотел выпить в честь дня рождения ребенка. Только это не мой ребенок. Да мне все равно. Отлично. Ну а так как я не пью один, может быть составите компанию, а? Простите, но мне нельзя. Я на работе. Всем пока. Пока. Прощай, Валерий Лебедев. И спасибо тебе. Валера? Да, Герман Геннадьевич. Ты что, уже уходишь? Ну да. Но остальное уже завтра доделаю. Слушай, Валера, а давай может все-таки сегодня? Ну, чтобы было время не спеша, все перепроверить. Ну, не знаю, если сильно надо. Очень надо, Валера. Очень. А я в долгу не останусь. Сегодня посидишь пару лишних часов, зато потом получишь пару лишних дней к отпуску, а? Идет? Ну вот и отлично. Павленко! А ты что, не идешь домой? Ты же вроде отпрашивался, хотел пораньше. Хотел, но обстоятельства изменились. Да тебя хрен поймешь, Павленко. Какие обстоятельства? Иди пока отпускай. Да как я пойду? Вон все здесь, а я что, один уйду? Неудобно перед ребятами? Ну, как хочешь. Отдам! Отдам! Все! Отдам! Да да! Сегодня отпусти за душу! А теперь на колени. Не надо. Егор, не надо. Мы же договорились. Не надо. Ты дурак, что ли? Ты будешь моей ступенькой на волю, а потом я тебя вытащу. Вот ты, господи, я уж молиться начал. Давай, давай. Что? Мне бы похудеть чуть-чуть. Я тут за сегодняшний день уже пару килограмм сбросил. Так что скажи спасибо. Спасибо. Давай чуть-чуть подпрыгни. Вот так. Давай, давай, еще чуть-чуть подпрыгни. Спасибо. Вот так. Давай, теперь, теперь меня тащи. Не, меня тут уже один умник тащил сегодня. А я? Лестница есть у тебя? Да, да. У гаража посмотри. А, ты только никуда не уходи. Ха-ха-ха-ха. 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 Что такое? Ах ты ж ворюга, Борис Иваныч. А я еще думаю, куда мой цемент девается? Ваши дети, Малышев, украли у меня телефон. И вас за это лишат родительских прав. Интересно, как это мои дети украли у вас телефон? Я объясню. Нагло и вероломно. Они что, взломали вашу дверь? Или влезли к вам через балкон? Или вы к ним залезли? Это не важно, Малышев. Для этого полиция есть, чтобы разбираться, кто, куда и чего. И доказательства у меня есть, а не на телефоне. И вам будет стыдно. О, вот сейчас все станет на свои места. Добрый вечер. Полицию вызывали? Здравствуйте, я вызывал. Что произошло? Кража. Даже не кража, ограбление. Бандитизм. А конкретней? Вот дочь конкретно вот этого, со своими подельниками, украла у меня телефон. Это ваша квартира? Моя, открывайте. Я не могу. 57, 58, 59, 22, 00. Спасибо, что пришли, ребята. Пройдемте, пройдемте. Вот, полюбуйтесь. Вот так вот сейчас выглядит воровская малина. А вот это воры. Где мой телефон? А вот он, на столе. Они его украли и даже спрятать не успели. Каким образом мы его украли, Олег Петрович? Это и не важно, малышева. Телефон здесь. Здесь преступление налицо. Есть еще вопросы? Есть. Олег Петрович, а можно вас на секундочку? Извиняться будешь. Это приятно, хоть и бесполезно. А вы это, присаживайтесь, это надолго. Так, фамилия, имя, отчество. Ну, давай, давай, маля пощаде. Скажите, Олег Петрович, а как там ваша желтая линейка поживает? Че? Ну, у вас в телефоне такие фотки интересные, что я даже себе парочку скопировала. Там вы и ваша линейка. А че, может, вместе посмотрим? Хотя нет. Я их распечатаю и в подъезде размещу. Пусть все полюбуются. Да. Знаете, я погорячился. Старый уже, голова совсем не соображает. Ну, наверное, я этот телефон забыл когда-то. Вам что, здесь цирк, а? Что значит погорячился? Вы что думаете, у нас дел больше нет? Значит так, будем платить штраф за ложный вызов. Какой еще штраф? Я никакой штраф не буду. Пусть Малышевы платят. Совсем, что-то я разошелся. Магнитные бури, наверное. Знаете, как говорят, магнит в бурю, вес в ребро. Ну, штраф-то штраф. Так что, претензий нет, конфликт исчерпан. Претензий, если есть, то только к себе. Всего доброго. Всего доброго. Я что-то вообще ничего не понял. Папуль, мы тебе потом как-нибудь объясним. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Егор, не надо. Не надо, я не хочу умирать. Пожалуйста, Егор. Мы же договорились. Мы же не надо. Егор, я не хочу умирать. Егор, не надо. Мы же договорились. Ладно, живи. Пока. Куда? Ой, господи. На. Ты напугал меня. Блин, я аж протрезвел. Вылез? А теперь ответ мне на один маленький вопрос. Что это такое? Цемент. Это не просто цемент. Это мой цемент! Ну да, твой цемент. Кто спорит-то? Твои строители за бутылку попросили, чтобы он у меня в гараже полежал. Дождь, мало ли. А зачем ты его сюда из гаража притащил? Блин. Черт! Ну, если честно, я, конечно, ожидал худшего. Ну, как вы отметили? Ээээ... Девушки отдыхают. Ну, нормально посидели, тортик поели, пообщались. Ну и молодцы. Пап, и еще один момент. Я хотела тебе сказать спасибо за день рождения и за то, что доверяешь. И что не пришел проверить, что мы тут делаем. У меня даже в мыслях такого не было. Вот это коллектив! Молодцы! Так бы всегда. Герман Геннадьевич, а вы что, уже уходите? Да, ухожу. Что-то я сегодня засиделся. То есть, получается, вы сегодня первый уйдете? Ну, несмотря на то, что уже десять вечера, можно и так сказать. То есть, вы сегодня никого не уволите? А почему это я должен вообще кого-то увольнять, а? Откуда у тебя такая информация? Ну, так, слухи. Слухи? Поменьше верь слухам, Павленко. Да, чуть не забыл. В следующий раз вместо жвачки используй клей, Джеймс Бонд. А еще я тебя поздравляю. С чем? Два дня из твоего отпуска. Плавно переходит в отпуск лучшего работника месяца, Валерия Лебедева. До новых встреч. Ну, вот. Теперь все мешки сохранности. Ну, что я говорю? Мир. Мир. Ну, что ж мы, не соседи, что ли? Фу. Слышь, Иваныч, а у меня к тебе деловое предложение. Да любой каприз за вашей день. Слышь, ну ты тут все равно крутишься, слоняешься. Может, присмотришь за моими строителями. А то чувствую, что воруют. А доказать не могу. Ну, что, будешь моими глазами и ушами? Ну, что ж, как-то оно... Не, ну, естественно, не бесплатно. А сколько? На пиво тебе хватит, шпион. А больше мне не надо. Ну, тогда по рукам. Егор! Светка моя. Ну, у тебя совесть есть? Ну, неужели так сложно позвонить? Ну, я же волнуюсь, Егор! Ну, иди ко мне, иди, иди. Господи, что с тобой? Да это мы заработались с Борисом Ивановичем. Да, да, в работу кинули тебе прямо за головой, как в яму. Все, давай, пока. Да, да. Смотрю. Конечно. Буду следить, как коршун. Чтобы ни один гвоздь не проскочил мимо меня. Алло. Ну, что, прораб? Все, теперь ты мой должник. Готовь, Макарыч. Он в сосед приезжал. Злой, как черт. Чуть все дужут с меня не вытрать. Ага. Да закопать хотел. Но я ему под страхом смерти, я ему не сказал, чтобы весь его цемент налево толкать. Не, не, не. Не сказал. Так что за мое молчание с тебя еще два мешка цемента, два святер песка, бетономешанка, пять досок, двадцать кирпичей и три, нет, пять десятков гвоздей. тихо, 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 тихо. Ротоподъем! Санек, ну мы выпьем сегодня или нет? Ну, наконец-то. Явились не прошло и года. Так ни слова не говорите. Все за стол, все за стол. А я, наконец-то, закончу тост. Быстренько, быстренько. Бокалы. Извините, пожалуйста, мы уже закрываемся. Всем стоять! Никто никуда не расходится. Нет, Александрина, у нас еще целых три минуты. Погнали! Погнали! Пьем! Давай, 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 давай. Понеслась, понеслась! Ну! Еще раз с днем рождения, Викуль. Ну, ты прости, что вчера не удалось тебе позвонить. А как папа? Не сильно доставать? Мам, ну ты что? Это был лучший день рождения. А папа у нас просто замечательный. Аня, привет. Я тебе позже перезвоню. Вика, у нас есть что-нибудь холодненькое? А, да, в холодильнике шампанское. Есть бог на свете. Это то, что меня сейчас вернет к жизни. Разве это шампанское? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...